Сегодня мы обсуждаем возможности помповой инсулинотерапии при сахарном диабете. Это относительно новая технология, не так давно вошедшая в нашу практику. Насколько я знаю, хотя вы меня сейчас поправите, она бесплатна в принципе, но стоит она больших денег. Я могу ошибаться насчет бесплатности, мне кажется, что ее можно и бесплатно тоже установить. Как обычно, у нас выступает Юрий Алексеевич Риткин, доцент кафедры эндокринологии Маняков имени Владимирского. Ну и я вам просто передаю слово. Пожалуйста. Спасибо, Павел Андреевич. Ну вы действительно правы, хотя это зависит от различных территорий, но в Маняковской области можно получить и установить помпу абсолютно бесплатно в рамках ВМП, то есть высокотехнологичных медицинских технологий. И мы по таким вот правилам устанавливаем где-то 150-200 помп в год для взрослых и детям, ну здесь можно даже по статистике сказать, что у нас почти две трети детей Московской области находятся именно на помповой инсулинотерапии. Поэтому, в общем, действительно помповая инсулинотерапия, она является одним из, ну скажу даже идеальным методом лечения. Вот почему этот метод считается вот таким идеальным, я в течение своей лекции, пожалуй, на этот вопрос отвечу. Только у меня слайды пока не переключаются. Спасибо. У меня нет строки по переключению слайдов, но ничего. Значит, но прежде чем говорить о помповой инсулинотерапии, мне бы хотелось ввести вот такое понятие открытый и закрытый контур. Что это такое и почему это важно именно при помповой инсулинотерапии? Сначала поговорим об открытом контуре. Это, собственно, то, к чему мы привыкли. Соответственно, как это выглядит? Да, вот у нас есть пациент, ему нужно вводить инсулин. И у него есть средства для введения инсулина. То есть, это шприц-ручка, это может быть инсулиновый шприц. Для того, чтобы ввести дозу инсулина, пациент должен измерить уровень глюкозы крови и, соответственно, принять какое-то решение. То есть, для того, чтобы ввести инсулин, нужен сам пациент, нужно какое-то средство введения шприца или шприц-ручка, средство измерения и все решения, которые касаются доз инсулина, пациент принимает сам. Вот это называется закрытый контур. Если мы говорим открытый контур, если мы говорим о закрытом контуре, то пациент в этом процессе вообще не принимает никакого участия. То есть, вот вы видите на слайде, да, здесь пациент, он расположен отдельно. Но у него есть средство введения инсулина, это помпа, у него есть средство измерения глюкозы крови, это как бы глюкометр, но не простой, а глюкометр, который устанавливается сенсор под кожу, и этот сенсор постоянно измеряет сахар крови сам. И более того, есть еще средство анализа, то есть это специальное программное обеспечение или специальный приборчик, который анализирует те показания глюкозы крови, которые снимает сенсор и передает их на средство введения инсулина. И таким образом сахар крови корректируется в зависимости от того уровня глюкозы крови, который есть на данный момент у пациента. И соответственно пациент уже в этом процессе не принимает вообще никакого участия. То есть вот этот контур называется закрытым. И в идеале мы должны, конечно, стремиться создать вот такую систему, которая бы была полностью закрытая, она бы абсолютно четко регулировала уровень глюкозы крови у пациента, и соответственно пациент бы туда совсем не вмешивался. Но скажу сразу, что на сегодня уже проходят исследования таких закрытых контуров и уже более того в открытом доступе, то есть есть уже такие помпы, которые используют закрытый контур, но не все время. Вот на сегодня есть помпы, которые используют закрытый контур только в ночное время. Почему именно в ночной? Потому что ночью пациент не принимает никаких углеводов, он не ест практически, но стандартный пациент. И соответственно есть возможность ночью регулировать уровень глюкозы крови вот с помощью такого закрытого контура. Но, к сожалению, днем в этот процесс еще вмешиваются приемы пищи. И вот здесь, к сожалению, пока еще нужно вмешать в ту пациента. Поэтому такой контур называется полузакрытым. То есть он вроде бы и корректирует сахар крови самостоятельно, но не все время. То есть какое-то еще вмешательство пациента нужно. Поэтому, конечно, мы как эндокринологи даже шутим, когда в практику диабетолога-эндокринолога введут вот такой закрытый контур, наверное, у нас уже не останется работы, потому что корректировать сахар будет прибор полностью автоматически. И мы уже здесь никакого участия принимать не будем. Ну и, соответственно, как и любой метод лечения, помповая инсулинотерапия, да, она должна иметь какие-то цели. И вот здесь, в принципе, помповая инсулинотерапия обычная, интенсивная, она ничем не отличается. Да, мы должны поддерживать уровень глюкозы крови у пациента, близкий к нормальным или, как мы сейчас говорим, к целевым значениям. При этом, конечно, мы должны избегать острых осложнений. То есть не должно быть низкого сахара гипогликемии и не должно быть высокого сахара и острого осложнения в виде диабетического кетоацидоза. Если мы соблюдаем вот эти два первых условия, то, конечно, происходит минимизация хронических осложнений. Но я уже не говорю про качество жизни пациента, хотя вот именно про качество жизни я еще сегодня расскажу более подробно. Но так или иначе, любая, в принципе, инсулинотерапия, она стремится имитировать физиологический уровень секреции инсулина. Напомню, что у здорового человека поджелудочная железа секретирует инсулин самостоятельно. Она как бы сама определяет, какой в настоящий момент уровень глюкозы в крови и секретирует ровно столько инсулина, чтобы снизить вот этот уровень глюкозы до нормальных значений. Таким образом, у здорового человека уровень глюкозы всегда колеблется в нормальных значениях. И вот если посмотреть на график, то здесь четко видно, что, во-первых, в крови у пациента всегда находится какое-то количество инсулина в промежутках, особенно между приемами пищи. Ну и во-вторых, на каждый прием пищи у пациента повышается уровень глюкозы крови. И, соответственно, точно так же колеблется и уровень инсулина. То есть, когда мы назначаем инсулинотерапию, мы стараемся получить именно вот такой вот физиологический профиль действия инсулина. Ну, самая на сегодня известная и самая на сегодня распространенная схема инсулинотерапии, это интенсивная или интенсифицированная схема инсулина. Это когда вводятся два вида инсулина. Это инсулин длительного действия, ну вот в данном случае нарисован гларгин, да, который имитирует вот эту постоянную секрецию инсулина. И инсулин короткого или ультракороткого действия, вот здесь аспарт или лиспро, да, этот инсулин вводится на приемы пищи для того, чтобы снизить уровень глюкозы крови после еды. И таким образом, как вы видите, вот такая схема, она имитирует физиологическую секрецию инсулина у здорового человека. Ну, конечно же, полностью идеально сымитировать вот эту физиологическую секрецию при такой схеме невозможно, потому что здесь есть проблемы, да. Во-первых, может не совпадать пик действия инсулина на еду и пик всасывания приема в пище. Сюда могут вмешиваться какие-то физические нагрузки, что-то еще. И поэтому вот сделать на интенсивной схеме инсулинотерапии полностью приближенной к физиологическому уровень секреции введение инсулина практически невозможно. Для этого используется инсулиновая помпа. Вот на сегодня считается, что именно инсулиновая помпа может сделать ритм введения инсулина очень близким к физиологическому. То есть помпа – это электронное устройство, которое обеспечивает круглосуточное подкожное введение инсулина малыми дозами по базе с болезненному принципу. Причем на сегодня действительно доказано, что только помпа позволяет максимально точно имитировать секрецию здоровой поджелудочной железы и поддерживать даже нормальный уровень глюкозы крови. Ну и вот здесь на фотографии вы видите самую первую помпу и ее создатель. Как видите, эта помпа была размером такой хороший ранец, который располагался за плечами у пациента. Ну дальше технологии развивались. И вот здесь вы видите современные помпы. Но они сейчас размером чуть больше спичного коробка. То есть вот эти помпы на сегодня очень достаточно удобны для использования. Так вот, опять-таки, возвращаясь к тому, насколько помпа может хорошо имитировать физиологическую секрецию, вы видите, что помпа позволяет вводить инсулин постоянно. И вот это вот такое вот введение постоянного инсулина называется базальной инфузией. То есть она имитирует вот эту постоянную секрецию инсулина между приемами пищи поджелудочной железой. И более того, помпа позволяет вводить инсулин на каждый прием пищи или на повышение уровня глюкозы крови. И вот такое введение называется болюсом. Отсюда, собственно, и название этого режима. Базис-болюсный режим, то есть возможность введения инсулина в постоянном режиме и на снижение, неважно какой причиной было это снижение болюсов. И таким образом помпа позволяет очень быстро корректировать режим инсулинотерапии. Ну и вот, чтобы не быть голословным, да, помпа, она непрерывно подает инсулина в микродозах в течение суток. Но для удобства, правда, взяли, чтобы можно было регулировать вот эту подачу базального режима, взяли как бы за единицу минимальную коррекции один час. То есть мы можем корректировать подачу вот этого базального инсулина каждый час. То есть все сутки разделены, как вы видите, на 24 часа. Но, правда, это не значит, что помпа вводит инсулин один раз в час. Мы просто вот вводим какую-то скорость введения в час, а дальше уже помпа разбивает вот эту скорость на еще более мелкие промежутки. Ну, например, если мы ввели в помпу скорость подачи инсулина полторы единицы в час, то, соответственно, помпа, обычная помпа вводит инсулин каждые 3-4 минуты. И, соответственно, вот эти полторы единицы она делит еще на каждые 4 минуты, но если 4 минуты, это еще 15 промежутков. Соответственно, это получается, что помпа вводит каждые 4 минуты 0,1 единицы инсулина. Представьте себе, что это очень небольшая, очень такая вот маленькая доза. Это если полторы единицы в час. А представьте себе, что если мы поставили скорость, например, пол единицы в час, это значит, что каждые 4 минуты помпа будет вводить 0,03 единицы инсулина. То есть помпа позволяет действительно вводить вот такие вот микродозы, и, соответственно, корректировать мы можем вот это введение один раз в час. И, соответственно, второй вид введения инсулина – это болюсы. То есть это введение инсулина, грубо говоря, на каждый прием пищи, и это имитирует пищевую секрецию инсулина поджелудочной железой, или же секрецию инсулина на повышение уровня глюкозы крови. И таким образом вот этот базисно-болюсный принцип работы помпы выглядит, как вы видите, вот таким образом. Мы за сутки, каждый час можем менять базальную подачу инсулина. И плюс еще на каждый прием пищи мы видим, соответственно, прондиальную подачу инсулина. И, соответственно, вот такой режим называется базис-болюсный режим. Ну и, соответственно, помпа может подавать инсулин со скоростью 150 микроединиц в секунду. То есть это безумно маленькие дозы инсулина. Ну и вот таким образом мы с вами говорим о том, что действительно, вот подбирая базальные и болюсные режимы, мы можем практически имитировать секрецию инсулина поджелудочной железой. И именно помпа нам позволяет это сделать. Но здесь возникает такой вопрос. Ну все-таки, да, она позволяет имитировать, но чем же отличается помповая инсулинотерапия от интенсивной, интенсифицированной, обычной, к которой мы все привыкли. Ну, я уже сказал, что ритм поступления в организм инсулина помпа повторяет физиологический. А вот при интенсивной инсулин-терапии, к сожалению, введение особенно базального инсулина, оно не совпадает с физиологическим ритмом. Потому что, согласитесь, введя инсулин один или два раза в сутки, а продленный инсулин так и вводится, да, нельзя предусмотреть всех ситуаций, которые происходят с пациентом в течение этих суток. И, соответственно, конечно, это такое введение не физиологично. И, конечно, когда мы используем интенсивную инсулинотерапию, мы вынуждены вводить два вида инсулина. Это короткий или ультракороткий и продленный инсулин. А вот помпа, она использует только один вид инсулина. То есть в помпе уже не используется продленный инсулин, потому что помпа использует только один вид инсулина, и она просто вводит этот инсулин либо в качестве базального, то есть постоянно, либо в качестве болюсов на каждый подъем глюкозы крови. И таким образом используется только один вид инсулина. Кроме того, если посчитать количество инъекций, то давайте посчитаем, да, на обычной инсулинотерапии мы вводим инсулин ультракороткого или короткого действия на каждый прием пищи, то есть на завтрак, обед и ужин это как минимум. И плюс продленный инсулин минимум один раз в день, то есть это минимум 4 инъекции в день. При помповой же инсулинотерапии ежедневных инъекций нет. Дело в том, что раз в 3 дня на помповой инсулинотерапии ставится специальный катетер и уже через этот катетер помпа вводит инсулин. Соответственно, если на интенсивной инсулинотерапии в месяц получаются где-то 150 инъекций как минимум, то на помповой инсулинотерапии это всего 10-15 инъекций в месяц. Еще одной особенностью и отличием интенсивной помповой инсулинотерапии является отсутствие допонирования инсулина. Что такое допонирование? Когда мы вводим продленный инсулин, при обычной интенсивной инсулинотерапии, он вводится в подкожную клетчатку и уже потом, постепенно, в течение суток всасывается в кровь. Естественно, там под кожей есть какие-то ферменты и развивается такая локальная инсулинорезистентность, которая не дает всей дозе инсулина всосаться. Вот на помпе, я уже говорил, вводятся микродозы и, соответственно, эти дозы, они всасываются сразу в кровь, то есть они не откладываются в депо под кожей, они вводятся сразу. И поэтому, во-первых, нет вот этой инсулинорезистентности локальной и вся доза всасывается достаточно быстро. С одной стороны, на помповой инсулинотерапии это достоинство, потому что можно очень быстро скорректировать уровень глюкозы крови, введя дополнительное количество инсулина или уменьшив подачу инсулина. Но с другой стороны, если по каким-то причинам помпа перестает подавать инсулин, то поскольку нет депо, то и количество инсулина в крови у пациента падает достаточно резко. И поэтому гипергликемия на помповой инсулинотерапии при каких-то проблемах введения инсулина может развиться очень-очень быстро, вплоть до диабетического кетоацидоза. Но к этому вопросу мы тоже еще вернемся. Ну и когда пациент вводит интенсивную инсулинотерапию, естественно, ему нужно запомнить вот эту схему. Сколько единиц на завтрак, сколько на обед, сколько на ужин, сколько нужно ввести продленного инсулина и так далее. Помпа все подает автоматически. И соответственно, особенно базальный режим, да, она подает это совершенно автоматически. То есть один раз настроил, и дальше помпа сама все это делает. Ну и на еду тоже помпа может подавать инсулин автоматически. Каким образом? В каждой помпе есть так называемый советник болюсов. То есть помпа может сама рассчитывать дозу инсулина, если пациент в нее введет количество углеводов, которые он съел на прием пищи. Помпа потом сама рассчитает и порекомендует дозу пациента инсулина. Вот это действительно очень удобно. Ну и вот таким образом, да, вот все вот эти пункты делают на помповой инсулинотерапии, дают пациенту большую свободу в повседневной жизни, в отличие от интенсивной, на которой у пациентов все-таки более или менее жизнь должна быть заранее спланирована. Потому что предусмотреть всех ситуаций, которые могут быть с пациентом при введении того же продленного инсулина один раз в сутки, конечно, невозможно. И это является недостатком интенсивной инсулинотерапии. Помпа же позволяет очень быстро все скорректировать, включая физические нагрузки, стрессы и так далее, и так далее, и так далее. Ну и более того, помпа позволяет учитывать особенности питания пациента. Ну вот согласитесь, да, что когда мы принимаем пищу, она содержит разные ингредиенты, скажем так, белок, жиры, клетчатку. Соответственно, всасывается такая пища совершенно по-разному. Ну вот такой небольшой пример, да. Одно дело, мы съели кусочек сахара, там не содержится ни белка, практически ни жиров. И, соответственно, этот кусочек сахара всосется очень быстро в кровь и, соответственно, быстро повысит уровень глюкозы крови. А другое дело, если мы съели, например, кашу. Соответственно, там уже есть какие-то волокна, есть белок, и, соответственно, она не будет так быстро всасываться, как чистый кусочек сахара. Поэтому и та пища, которую мы, собственно, едим, она тоже всасывается по-разному. И условно ее можно разделить как бы вот на три группы продуктов. Первая группа продуктов, это когда практически чистые углеводы, без белка и мало жиров. И такие продукты очень-очень быстро всасываются, глюкоза из этих продуктов всасывается быстро в кровь. Есть продукты, которые содержат умеренное количество углеводов, белков и жиров. И, наконец, есть продукты, которые содержат много углеводов, белков, жиров, еще волокна. То есть вот такие вот как бы сложные продукты и приемы пищи. И понятно, что инсулин вводить на вот эти группы продуктов нужно по-разному. При обычной инсулинотерапии мы не можем моделировать введение инсулина, потому что, ну, ввели-ввели, да. А уж как всосется этот инсулин, мы абсолютно не знаем. При помповой инсулинотерапии помпа позволяет вводить три вида болюсов. Вот тот болюс, который используется при обычной инсулинотерапии, он называется обычным. Это вот как будто бы мы ввели с помощью шприц-ручки или шприца. Вот такой болюс лучше вводить на продукты с углеводами, без белка и с малым количеством жиров. То есть вот на чистый сахар, да, вот такой болюс будет очень-очень удобен. Но если вдруг у пациента имеются обычные блюда, например, умеренное количество белков, жиров и углеводов, например, банкет, обед из трех блюд, или у пациента имеется гастропорез, то вот здесь удобно использовать растянутый или пролонгированный болюс. Что это такое? Это болюс, который растянут во времени. Для того, чтобы пик всасывания вот этого, например, обеда из трех блюд совпал бы с пиком действия инсулина. И, соответственно, сахар крови будет не так сильно колебаться, если бы на тот же обед из трех блюд мы ввели обычный болюс. Ну и, наконец, если это комбинированные продукты, которые содержат много белков, жиров, углеводов, волокон, например, пицца, то вводится так называемый многоволновой болюс. Его еще и называют так, пицца-болюс. То есть здесь уже еще более сложный болюс. Мало того, что он растянутый, но он еще и содержит вот этот быстрый болюс, обычный. И причем соотношение обычного и пролонгированного в многоволновом болюсе тоже можно менять. То есть в зависимости от того, какой продукт. И, соответственно, это становится более удобным. Вот на сегодня только помповая инсулинотерапия позволяет вот так вот моделировать введение инсулина на продукты питания, на приемы пищи. И это, согласитесь, тоже действительно очень удобная опция при помповой инсулинотерапии. Ну и я уже начал говорить про калькулятор болюсов или про советник болюсов. Вот советник болюсов – это вообще очень интересная штука. Это встроенное программное обеспечение. Помните, когда я говорил про закрытый контур, я говорил о том, что есть программное обеспечение, которое анализирует уровень глюкозы крови. Вот советник болюса, он позволяет анализировать продукты питания, нагрузки там и советовать пациенту дозу инсулина. Естественно, вот при использовании советника болюса, она позволяет дозировать вводимый инсулин до десятых, а то и до сотых долей. То есть можно ввести не там три единицы инсулина, как мы привыкли, а три целых там пять сотых единицы. Ну, сотые у взрослых мы стараемся как бы не сильно дозировать, все-таки до десятых, а вот у детей дозирование до сотых может иметь значение. Более того, советник болюса еще учитывает время активности инсулина. Что это такое? Это срок действия инсулина. Для чего это нужно? Для того, чтобы не наложились два вида инсулина, две подколки. Ну, если пациент покушал, сделал на это инсулин, а через, допустим, два часа посмотрел, у него уровень глюкозы крови высокий, он решил подколоть еще подколку сделать инсулина. Согласитесь, что предыдущее введение инсулина еще какое-то время действует. Обычно вот это время действия 4-5 часов. И если он сделает подколку через два часа, то он может попасть еще на остаток действия предыдущей подколки инсулина. И, конечно, самому рассчитать, а сколько осталось от той предыдущей подколки инсулина, достаточно сложно. А вот советник болюса позволяет это сделать. И таким образом он предотвращает наслаивание двух видов инсулина, уменьшая дозу инсулина, который нужно ввести на тот остаток, который еще действует от предыдущей подколки. И вот такое наслаивание предотвращения предотвращает гипогликемические реакции. И это возможность, конечно, если заморочиться, что называется, можно и самому посчитать оставшуюся дозу инсулина от предыдущей подколки. Но все-таки это достаточно сложно. А поэтому калькулятор болюсов позволяет это сделать достаточно четко. И, соответственно, он учитывает вот этот остаточный инсулин от предыдущей подколки. И, соответственно, доза инсулина при использовании болюс-калькулятора, она состоит из многих компонентов. Это учет предыдущей подколки, это необходимость инсулина на количество съеденных углеводов. То есть, если пациент введет количество хлебных единиц, с которой он собирается съесть, то помпа рассчитает точную дозу инсулина вплоть до десятых и сотых. И, соответственно, пациенту не надо задумываться о том, сколько нужно ввести инсулина. Но поскольку все-таки пациент сам решает, сколько все-таки ему нужно, конечно, контроль здесь пока еще нужен. Это еще не закрытый контур. Он пока либо открытый, либо полуоткрытый, полузакрытый. Но, соответственно, вот здесь пока еще есть поле для деятельности пациента. Но, опять-таки, когда выйдет полностью закрытый контур, то здесь уже пациент не будет вмешиваться никаким образом в то, что происходит внутри этого прибора. Ну и, соответственно, мы с вами обсудили, что такое помпа, какие у нее возможности, да. Ну и кому же, собственно, на сегодня показана помповая инсулинотерапия, да. Ну вот вы видите, как бы, официальные показания. Ну, во-первых, впервые выявленный диабет. Это относительно новое показание. И вот здесь я, как бы, не совсем согласен с этим показанием. Вот я считаю, да, что впервые выявленный диабет пациент сначала должен научиться, как вводить инсулин, как регулировать подачу инсулина. А уже после, через какое-то время, можно использовать помповую инсулинотерапию. Поэтому вот если это совсем впервые выявленный диабет, да, мы на сегодня не рекомендуем использовать помповую инсулинотерапию. Пациент сначала должен научиться правильно вводить инсулин и регулировать дозу инсулина без помпы. Но через какое-то время от выявления диабета, ну, например, через полгода, да, уже можно назначать помповую инсулинотерапию. И если раньше мы говорили о том, что помпа назначается в основном молодым людям, то на сегодня это любой возраст, любой стаж заболевания и более того, любой тип сахарного диабета. То есть на сегодня можно вводить и назначать помповую инсулинотерапию даже пациентам со вторым типом диабета пожилого возраста. Потому что здесь вообще удобно, особенно тем, которые не получают короткий или ультракороткий инсулин, а только продленный. Тут вообще пациенту задумываться особо сильно не надо. То есть помпа подает постоянно базальный инсулин и все. И пациента очень хороший уровень глюкозы крови. Ну и если говорить уже о более детальных показаниях к помповой инсулинотерапии, то это, конечно, высокий уровень гликированного гемоглобина или большие колебания уровня глюкозы крови у пациента от низкого в районе гипогликемии до очень высокого. И невозможность пациента достичь удовлетворительного гликемического контроля на обычной интенсивной инсулин-терапии. Это частые гипогликемии, ночные гипогликемии, гипогликемии вследствие физической активности или скрытые гипогликемии. То есть вот это тоже является показанием. Особенно это важно при физической активности. Помпа позволяет очень быстро менять дозы инсулина. И, соответственно, если у пациента есть какая-то физическая активность, ну, например, он ходит в тренажерный зал три раза в неделю. Мы не запрещаем это делать нашим пациентам. То можно подобрать с помощью помпы два разных профиля. Один повседневный, когда у него нет походов в тренажерный зал. А второй в день, когда есть поход в тренажерный зал. И переключение между этими двумя профилями очень простое. То есть утром пациент знает, что он идет в тренажерный зал. Он включает режим для тренажерного зала. И в течение суток помпа подает инсулин по этому режиму. На следующий день у него нет тренажерного зала. Он утром включает обычный свой режим повседневный. И, соответственно, помпа в течение суток опять подает тот режим, который нужен пациенту без физической активности. Но если вдруг физическая активность не плановая, то есть тренажерный зал это была плановая активность, то помпа позволяет ввести, изменить временно дозу инсулина на любое количество времени и на любой процент от обычной дозы. То есть это называется временный базальный режим. Соответственно, помпа позволяет очень быстро менять дозу инсулина, что тоже очень важно для наших пациентов. И, как вы понимаете, это улучшает качество жизни наших пациентов. Следующее показание – это беременность или подготовка к беременности. Но это понятно, потому что при беременности немножко другая фармакокинетика и действия инсулина немножко тоже проводятся по-другому. Потому что здесь еще и инсулин нужен не только для мамы, но и для полноценного развития плода. Поэтому тут тоже очень важно, чтобы инсулин подавался близко к физиологической секреции инсулина у здоровых людей. Если у пациента частые декомпенсации, а тем более диабетический кетоацидоз, частые госпитализации, то тоже это показания для назначения помповой инсулинотерапии. Ну и, наконец, еще более такие узкие понятия – это, например, феномен утренней зари. Вот в детстве нам мама, ну многим из нас, по крайней мере, наверное, говорила – ложись спать, ты будешь расти во сне. Да, это действительно так, потому что в ранние утренние часы, когда мы спим, в кровь выделяется гормон роста. И именно из-за него, собственно, и происходит рост человека. Но вот кроме гормона роста в эти же ранние утренние часы выделяются в кровь еще другие гормоны. Это гормоны щитовидной железы, кортизол и так далее. Но все эти гормоны, гормон роста, кортизол и так далее, все эти гормоны повышают уровень глюкозы крови. И когда человек без диабета, то поджелудочная железа, она как бы регулирует сама вот этот подъем уровня глюкозы крови. И он у здорового человека всегда остается нормальным. При диабете же нужно учитывать вот этот феномен утренней зари, когда в кровь выделяется большое количество контринсулярных гормонов, и уровень глюкозы повышается. Вводя инсулин продленного действия один раз в сутки, очень часто вот этот пик секреции повышения сахара из-за феномена утренней зари, он не нивелируется. И поэтому у таких пациентов очень часто в ранние утренние часы высокий уровень глюкозы крови. Помпа же, как вы понимаете, позволяет очень гибко отрегулировать глюкозу крови, поскольку каждый час мы можем менять подачу инсулина. И в ранние утренние часы мы просто увеличиваем подачу инсулина, и, соответственно, помпа автоматически сама вводит инсулин так, как это надо, перекрывая вот этот феномен утренней зари. Ну и у пациентов с гастропорезом это тоже очень важно, потому что всасывание пищи происходит очень неравномерно и очень по-разному каждый раз, и поэтому очень сложно предвидеть, какой будет уровень глюкозы крови. Более того, у этих пациентов часто бывает рвота, и, соответственно, если пища, которую пациент только что съел, вышла, да, с помощью рвоты, а пациент уже ввел инсулин, то могут быть проблемы с гипогликемией. Ну и также помпа важна, когда пациенту вообще нужен очень гибкий режим приема пищи, и у него нестандартный стиль жизни. Ну, например, вот у нас есть священники, которые, как вы понимаете, у них и посты, и службы, и все это, в общем, в разные дни по-разному. Поэтому вот в данной ситуации, да, пациенты с первым типом, священнику, например, да, очень подходит помповая инсулинотерапия. Ну и низкая потребность в инсулине, например, у детей тоже это показания для помповой инсулинотерапии, потому что вы понимаете, да, что помпа вводит инсулин в очень маленьких дозах, и, соответственно, низкая потребность компенсируется с помощью вот этих небольших доз инсулина, что действительно очень важно. Но здесь есть один нюанс. Вот я сейчас очень так увлеченный, красиво, да, расписываю преимущества помповой инсулинотерапии. Но вот, не знаю, как в других центрах, но в нашем центре бывают такие ситуации, когда мы, наоборот, не рекомендуем. То есть разуговариваем пациента от применения помповой инсулинотерапии. Потому что, но, к сожалению, многие пациенты считают, что помпа это как волшебная палочка, особенно вот этот советник Болиса, да. То есть ничего думать не надо. Взял себе, подключил помпу, и сахар крови сразу же нормализовался. Однако это на самом деле не так. Существует куча различных коэффициентов, которые надо ввести помпы. Я уже молчу про самоконтроль, который должен быть очень тщательным на помповой инсулинотерапии. Все это нужно знать, все это нужно изменять, приспосабливать под свой образ жизни. Поэтому на самом деле помпа предъявляет пациенту очень большие требования. Пациент должен быть ответственен и психологически стабилен. Потому что, ну, если он разозлится на помпу и выбросит ее, да. Ну, у нас были, особенно у детей, это, к сожалению, бывает, да, что вот у один из пациентов ему помпа не подошла, потому что мама приходила раз в полгода устанавливать помпу. Почему? Потому что, ну, ребенок просто ее выхватывал и кидал куда угодно. И, конечно, она ломалась. Поэтому вот все же вот такая психологическая стабильность, она должна быть. Пациент должен быть готов измерять и записывать уровень глюкозы крови минимум 2-3 раза в день, как минимум на каждый прием пищи. Вести дневник, это очень важно. Обязательно учитывать приемы пищи. Как вы понимаете, полузакрытый или закрытый или открытый контур они не учитывают пока уровень текущей глюкозы крови в течение дня. А поэтому нужно самим вводить количество углеводов, а это требует определенных навыков. Но, естественно, пациент должен прислушиваться к рекомендациям врача. Опять-таки у нас такое бывает, что пациент сам покупает помпу, сам себе ее устанавливает и потом выясняет, что сахар крови как был высокий, так он и остался. То есть обязательно это совместное взаимодействие врача и пациента, потому что пациент не сможет самостоятельно понять, что происходит с уровнем глюкозы крови. Здесь нужно обучение пациента правилам введения инсулина. Поэтому требования к пациенту на помпе действительно очень и очень высокие. И вот даже в 2002 году еще вышла в известном одном из лучших диабетических журналов международных Diabetes Care. Причем статья называлась очень интересно. To pump or not to pump. Ну, те, кто знают английский, да, известная фраза Шекспира быть или не быть в переводе на английский звучит to be or not to be. И вот эту фразу, которую загладили статью о помпах, она звучит как to pump or not to pump. То есть, ну, утрированный перевод звучит как помпировать или не помпировать. То есть, назначать помповую инсулинотерапию или не назначать. И вот там был вот такой вот вопрос, да, то есть фраза, которая звучала таким образом, что перевод на постоянную подкожную инфузию инсулина тех, кто не способен управлять диабетом при помощи множественных инъекций инсулина, является предписанием лечения, обреченного на провал. То есть, эта фраза еще раз иллюстрирует то, о чем я только что говорил. Что пациент должен четко регулировать свои приемы пищи, использовать самоконтроль и так далее, и так далее, и так далее. Ну, опять-таки, я много говорю о том, какие помпы имеют преимущества, но вот действительно ли это так? И поэтому мне бы хотелось показать ряд исследований, которые были проведены и которые показали как раз эффективность помповой инсулинотерапии. Ну, вот одно из таких исследований, оно, конечно, уже не новое, но тем не менее, это очень хорошее такое вот рандомизированное центровое исследование. Оно, конечно, открытое, не двойное слепое, потому что, как вы понимаете, невозможно назначить двойное слепое исследование при использовании помповой инсулинотерапии. Ну, вот здесь сравнивалась обычная инсулинотерапия интенсивная, это более светлая линия, и помповая инсулинотерапия. Вот вы видите глюкозу крови, и вы видите, что во многих точках, да, есть расхождение в уровне глюкозы крови. И такие же расхождения в этом исследовании были получены в уровне гликированного гемоглобина, причем достоверные, да. Вы видите, что какое-то время, ну, где-то первые, ну, 2-3 месяца разницы в гликированном гемоглобине не наблюдается, но затем на помповой инсулинотерапии происходит более хорошее снижение уровня гликированного гемоглобина по сравнению с той же интенсивной инсулинотерапией. Ну, и, соответственно, эти данные подтверждаются другими исследованиями, но вот вы видите, что еще зависит эффект помповой инсулинотерапии от исходного уровня гликированного гемоглобина. Если он был высокий, там, выше 8,6, например, да, то вы видите, что он падает где-то более чем на 1%. Но даже если уже исходно был компенсирован сахарный диабет и уровень гликированного был менее 7,5, то уже где-то, ну, вот 0,3% разницы есть между обычной и интенсивной инсулинотерапией. В общем, это достаточно важно. Но если учесть даже, что вот это изменение, оно не сильно большое, но те преимущества по более свободному образу жизни, о которых я говорил, которые дает помповая инсулинотерапия, они, конечно, перевешивают и делают выбор помповой инсулинотерапии более осознанным. Я уже говорил, что на помпе снижается количество острых осложнений диабета, и вот вы видите количество гипогликемических реакций. Это частота гипогликемии на 100 пациентов в год. И здесь, к сожалению, на этих графиках масштаб немножко не соблюден, но тем не менее, да, количество гипогликемии тяжелых на помповой инсулинотерапии уменьшается достоверно, и это также является большим преимуществом. И количество кетоацидозов тоже, в общем-то, уменьшается на помповой инсулинотерапии. Вы видите, что количество кетоацидозов ком диабетических уменьшается вообще просто существенно. Ну и гипогликемии тоже. Ну и еще одна особенность помповой инсулинотерапии, я как раз ее хочу озвучить именно здесь. Вы видите, да, что на помповой инсулинотерапии снижается доза инсулина. И это на любой помповой инсулинотерапии. Более того, при переводе на помповую инсулинотерапию мы вынуждены снижать дозу инсулина сразу же на 20-30%. То есть вот настолько снижается потребность в инсулине при помповой инсулинотерапии. Но это во многом еще и обусловлено тем отсутствием локальной инсулинорезистентности, про которую я говорил в самом начале. Но помпа, как я уже говорил, может быть использована и при втором типе диабета. Вот мы с вами видим разницу в гликированном гемоглобине при интенсивной инсулинотерапии и при помповой инсулинотерапии. И в общем-то действительно это достоверная хорошая разница. Причем добавление инсулина, оно одинаково эффективно и при интенсивной инсулинотерапии, и при помповой. Но если опять-таки учесть, что помпа это более свободный образ жизни, соответственно, помповая инсулинотерапия здесь имеет некоторое преимущество. Но есть одно но. Поскольку помповая инсулинотерапия все-таки это более как бы частое постоянное введение инсулина, то очень часто задают такой вопрос, а не будет ли приводить помповая инсулинотерапия к прибавке массы тела, как любая в принципе инсулинотерапия при втором типе диабета. И вот вы видите действительно, что помповая инсулинотерапия может прибавлять вес где-то 1,7 килограмма. По сравнению с интенсивной где 0,7 килограмма. То есть разница в килограмме. Но правда, ну как бы смотрится так действительно сурово, да, что вот на помпе все должны прибавлять в весе. Но это на самом деле не так. Это касалось изменения веса, но в пределах нормального индекса массы тела. То есть вот разницы, если это нормальный вес, да, в динамике массы тела большой получено не было. То есть хотя и была небольшая прибавка, но все это было в пределах нормальной массы тела. Поэтому бояться, что это прибавит вес совершенно не нужно. Ну и наконец были исследования, которые говорят нам о том, что да, пациентам такой вид введения инсулина, он действительно более удобен. Потому что вот вы видите, да, что желтые столбики это обычная интенсивная инсулинотерапия, красные это помповые. И мы видим, что пациенты на помпе считают, что помпа более удобна, что на ней меньше социальных ограничений. Обратите внимание, да, что при интенсивной инсулинотерапии социальные ограничения вообще ушли в минус, да, то есть их очень много. На помпе их намного меньше. Пациенты более удовлетворены своей терапией, имеют большую свободу, меньше проблем в повседневной жизни, чувствуют себя более защищенными. Считают, что инъекции менее болезненные, ну понятно, раз в три дня, да. И вообще отдали бы предпочтение помповой инсулинотерапии многие пациенты. То есть, как видите, даже пациенты считают, что действительно, если все правильно делать, то помповая инсулинотерапия очень важна. Ну и если говорить уже о влиянии на уровень глюкозы крови, подводя итог, да, действительно можно сказать, что помпа уменьшает вариабельность колебаний глюкозы крови, то есть на помпе действительно меньше колебаний глюкозы крови, улучшается феномен, контроль феномена утренней зари, меньше гипогликемии, ниже потребность в инсулине, но естественно улучшается качество жизни. И вот здесь вот посмотрите на пациентку, которая пришла к нам, да, перед помповой инсулинотерапией. Это суточное мониторирование глюкозы крови, и вы видите колебания уровня глюкозы крови, каждый график одного цвета, это один день. Вы видите, что колебания тут такие, что понять что-либо практически невозможно, да. А вот это уже через какое-то время после установки помпы, и мы уже видим, что нет такого колебания, мы видим уже, что да, проблемы еще сохранились, но колебания уже меньше, уже нет гипогликемических реакций, соответственно, вот как можно, да, подобрать инсулинотерапию. Ну или вот я говорил, контроль феномена утренней зари, вы видите, вот явный феномен утренней зари, вот этот подъем уровня глюкозы крови в ранние утренние часы. И вот пациент, пальпациентка на помпе, мы видим, что уже нет этого подъема, вот практически прямая линия в течение ночи уровня глюкозы крови, а вот это повышение, это уже завтрак. То есть, соответственно, мы видим, вот как можно бороться на конкретном примере вот с этим феноменом утренней зари. Но есть еще одно но при использовании помповой инсулинотерапии. Поскольку при терапии используется инсулин только либо короткого, либо ультракороткого действия, я уже об этом говорил, что в теле имеется лишь небольшой запас инсулина. И поэтому в случае прекращения приема инсулина, ну по любым причинам, сломалась помпа, катетер вылетел из-под кожи, ну еще что-то, да. Но вот прекращение подачи инсулина, оно приведет к быстрому повышению уровня глюкозы крови. А поэтому любой пациент должен быть готовым к немедленному замещению недостающего инсулина с помощью шприца или шприц-ручки. А поэтому у любого пациента всегда на помпе с собой должен быть вот такой набор скорой помощи. Это средство для определения глюкозы крови, глюкометр с тест-полосками. Обязательно средство для определения ацетона в моче, потому что декомпенсация наступает быстро, и поэтому тест-полоски на ацетон должны быть с собой всегда. Обязательно дополнительные инсулиновые шприцы или шприц-ручка с инсулином короткого или ультракороткого действия, чтобы можно было немедленно принять меры и ввести инсулин. Дополнительные аксессуары к помпе, это инфузионный набор, резервуар для инсулина. И обязательно источник быстродействующих углеводов. Вот такой набор помощи мы от своих пациентов, например, проверяем это всегда, и всегда рекомендуем пациенту иметь с собой такой набор. Ну и вот таким образом, конечно, помпа не может вылечить диабеты и не будет управлять им вместо человека, но она способна освободить его от многократных инъекций инсулина, предотвратить возникновение осложнений и подарить, конечно, вот такой вот новый, качественно свободный уровень жизни. И вот говоря о помповой инсулинотерапии, мы говорим о том, что да, действительно, она практически полностью соответствует понятию идеальной инсулинотерапии, но на сегодня пока она не заменяет работу нормальной поджелудочной железы, то есть она постоянно должна находиться под контролем человека. И без самоконтроля помпа, она просто не будет иметь того эффекта, о котором мы с вами сегодня как бы говорили. И поэтому, конечно, глюкометр, я еще раз напоминаю о нашей поддержке, о нашем информационном спонсоре, это компания Асцензия, ее, пожалуй, прям инновационный, как помпа является инновационным прибором, так и глюкометр Контур Плюс Ван, он инновационен, да, поскольку позволяет отслеживать тенденции, отслеживать многие колебания уровня глюкозы крови, и особенно в сочетании с помповой инсулинотерапией такой глюкометр является огромной поддержкой для наших пациентов. Спасибо за внимание. Если были вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо. Ну, что-то с вопросами я не вижу. Вот Андрей выложил информацию, напоминание о том, что у нас конференция 30 сентября, 1 октября в холле Дейн Сокольники. С утра мы будем работать. 200 спикеров, 4 зала, 22 секции. Все это будет идти в режиме реального времени, то есть в присутствии посетителей. Давно люди не общались, и мы, проштудировав документы, регулирующие сегодня взаимодействие в условиях ковида, пришли к выводу, что никто нам не запрещает проводить конференцию в реальном присутствии людей. В реальном мире, да. Хотя мы будем транслировать, можно записаться на трансляцию тоже, посмотреть там все расписание. Но мне кажется, что все-таки в наших условиях лучше прийти пообщаться, чем сидеть по щелям. Ну, вот это мое личное мнение. Я не настаиваю никого, так сказать, ни к чему не призываю. Но мы уже полгода, если не 9 месяцев, сидим по домам и смотрим в экраны компьютеров или телевизоров. Вот. Напомню, что там будет и доклад Юрия Алексеевича очередной в рамках этого проекта. Вот. Поэтому приходите, все-таки давайте общаться. Значит, я так понимаю, что вопросов никаких нет, но у меня есть несколько вопросов, ну, таких полувопросов. Значит, вот качество жизни, вот людям хорошо, все довольны, все счастливы. Ну, в рекламных целях это проходит. Однако, когда мы несколько лет назад были в Польше на какой-то конференции по IT-технологиям, там разбирались вопросы искусственного интеллекта. Что же дает искусственный интеллект в медицине, какие странные решения он может выдавать на гора. Значит, искусственный интеллект в данном случае обсуждался как черный ящик, куда что-то заходит, а из него что-то выходит. А что там внутри происходит, никто не знает. И вот изучалась как раз тема применения помпы диабетической. И вдруг из этого черного ящика вывалилась информация о том, что молодые люди не склонны к применению помпы, более того, еще больше не склонны к применению помпы молодые девушки. Вы можете сообразить сразу, Евгений Алексеевич, почему это так? Ну, тут может быть несколько факторов, да. Но для многих, например, вот у нас в центре, да, это видимость. То есть вот это вот висит и проконтролировать это никак нельзя, да. Особенно вот этот прибор. Девушки, да, отказываются многие из-за того, что на пляж не пойти, ни никак, вот оно видно же, что это прибор. Соответственно, ну вот мне кажется, это тоже играет свою роль. Ну вот в этом исследовании так и было показано. Косметический дефект для девушек гораздо более значим, чем постоянное подкалывание инсулина. Хотя, казалось бы, да, ну вот, тем не менее, такая история. Ну, кстати, вот эти помпы, они на сегодня такие небольшие, что их прячут действительно. Я просто не стал показывать эти слайды, как их можно замаскировать. Это целая наука тоже, как оказалось. Я так понимаю, что это на грани порнографии, да. Я вас понял. Вот, нет, ну я просто знаком с очень красивыми девушками, правда, немножко постарше, которые, наоборот, в полном восхищении от помпы, потому что для них это спасение. Еще один такой вот вопрос, пример из жизни. Чиновник, ну, относительно молодой, с первым типом диабета, все замечательно. Значит, у него проблемы связаны с тем, что на больших совещаниях, серьезных совещаниях, ну, серьезный чиновник, там, не хохры-мухры, у него развивается тяжелейшая гипогликемия. И для того, чтобы пережить совещание, там, 3-4 часа нужно, он вынужден был накачивать себя глюкозой, там, до 16, доводя концентрацию, до 16, иначе просто не выдерживал совещание и впадал в гипогликемическое состояние, вынужден был там принимать на совещание. Вот. Вот в такой ситуации инсулиновая помпа может помочь. Как быть в такой ситуации? Это вполне аналог физической нагрузки, да, как вы понимаете. Тут вы так про фитнес сказали, а вот то, что интенсивная, так сказать, работа интеллектуальная может тоже вызывать огромное снижение глюкозы в крови, это вот тоже такой феномен. Что нам нужно рекоментировать? Да, на мой взгляд, как раз помпа-то, она может здесь помочь, просто на время, если уж это действительно настолько выражено, то на время этого совещания можно вообще отключить подачу инсулина. И поскольку ДПО-то в крови нет, то, соответственно, подачи не будет совсем инсулина, и, соответственно, сахар не будет падать. То есть это действительно помпа предусматривает, это можно сделать. А как быстро сахар повысится? Ну, поскольку там сразу, практически сразу, потому что подачи нет. Период полураспада инсулина вообще 4-5 минут. Ну, до часа, в принципе, если он вводится экзогенно. Соответственно, можно отключить ее где-нибудь там, ну, за полчаса до совещания. Соответственно, можно не бояться, что будет гипогликемия. Понятно. То есть это такой, в общем, тоже дополнительный фактор управляемости, да, который... Да. А там отрегулировать можно на самой помпе? Вот я могу сам себе, грубо говоря, отрегулировать уровень подачи? Или он абсолютно автоматизирован? Нет. Пациент, во-первых, сам это все заранее вводит, и мы обучаем, как корректировать, да, он может это корректировать. И более того, есть понятие, я уже говорил, временный базальный режим, когда можно полностью на какое-то количество времени, это он сам задает, полностью, даже не останавливая помпу, отключить подачу инсулина. То есть включить временный базальный режим 0. И, соответственно, там, допустим, на 2 часа. И все эти 2 часа помпа не будет подавать инсулины, через 2 часа автоматически включится в обычный режим подачи инсулина сама. Понятно. Ну, еще вопрос такой, а различия в этих помпах есть какие-то принципиальные, или они примерно все одинаковые? По большому счету, они различаются алгоритмами подсчета до с инсулина, но общий принцип одинаковый. То есть они все работают по одинаковому принципу. Какие-то помпы там учитывают разные формулы для подсчета, учитывают или не учитывают физическую активность, учитывают, не учитывают, например, день цикла, но это больше программное обеспечение, чем общие принципы. Поэтому по большому счету помпы работают одинаково. Разница в том, еще для пациентов это важно, обеспечивают их бесплатно расходниками или нет. Вот это да. Здесь есть разница, потому что не все помпы, опять-таки в разных территориях по-разному, обеспечиваются бесплатно под расходным материалом. А вообще они не везде в России покупаются и ставятся бесплатно? Ну вот не знаю в другие территории, потому что есть вот это ВМП, но во многих территориях есть ВМП, когда помпа... ВМП вообще везде есть? Ну да, это федеральный уровень, я думаю, но и региональный тоже у нас несколько... А расходники, получается, куда идут тоже? Это регионалы. Дети это федеральные, да, а взрослые это регионалы. У нас область, да, она обеспечивает пациентов расходниками. Опять-таки, тоже не всех, как бы, потому что это невозможно, да, это очень дорого. Тех, кто прошел через нас, да, мы стараемся обеспечивать. Ну вот это, кстати говоря, очень важное замечание, потому что я знаю, что мамашки с детьми больными, они начинают сразу дергаться, куплю я сейчас помпу. Значит, во-первых, я услышал, хотел бы это еще раз подчеркнуть, что не надо торопиться, надо сначала научить человека жить с инсулином, потому что помпа может сломаться в любой момент, и если человек не обучен, не понимает симптомов, гипогликемии, гипергликемии, ну, не чувствует этого состояния, да, то могут быть проблемы, связанные очень большие с этим. Вот, это первое. И второе, что купить-то вы купите, а кто потом будет все это обеспечивать всякими, так сказать, расходными материалами, да? Ну, и расходными материалами, более того, у нас очень часто приходят установленные помпы в другом каком-то центре, и пациент нам говорит, а вот мне как установили пять лет назад дозы, так я их и колю. То есть, вот как режим настроили, ну, какая же это помпа в инсулин, о каких преимуществах мы говорим. То есть, пациент должен быть обучен, в первую очередь, как правильно все это вводить и корректировать. Тогда будет эффект. А если вот так три года назад или пять лет однажды назначили и настроили, он больше ничего не менял, это, ну, на мой взгляд, профанация. Ну, это другая сторона вопроса. Я-то имел в виду, что можно нарваться на то, что регион не закупает для вот конкретного вида помпы, закупает для другого вида помпы. Вы купите вроде бы типа того лучшего в мире, а окажется, что регион вас не будет обеспечивать и вам придется, так сказать, либо покупать, там ставить новую помпу, либо, ну, либо что-то с этим делать. Еще один вопрос такой, а какие осложнения от помпы вообще? Скажем, осложнения, ну, там нагноения, например, банальные, какие-то раздражения. Частота осложнений на помпе и на интенсивной терапии, они практически такие же. Главное осложнение – это быстрое наступление декомпенсации, да, вот этого кетоацидоза, очень быстро. Вот за этим надо следить. А так, в принципе, те же осложнения – это уплотнение в местах инъекций, если пациент катетер ставит все время в одно и то же место, это та же аллергическая реакция на сам материал помпы, да, вот на тефлон, например, который содержится в катетере, который под кожей стоит. Больше, в общем-то, таких осложнений нет. Нагноений нет. Тоже все индивидуально, да. Считается, что катетер, который стоит под кожей, он меняется каждые 3-4 дня. Некоторые пациенты пытаются, чтобы катетер для экономии расходников стоял 4-5 дней. Вот тогда может быть все же инфекция, да, потому что все-таки катетер, он шире, чем обычная игла чуть-чуть, да. Конечно, это ворота для инфекции, если не соблюдать элементарные правила. То есть всегда обрабатывать спиртом и так далее, то есть вот при установке. И снимать, когда обрабатывать. Если пациент все это соблюдает, то нет осложнений. Но если нарушены правила асептики, то тоже могут быть вот эти нагноения. Сам катетер прикрыт чем-то, если я правильно помню, да? Да, да. Какая-то липучка на нем есть. Там специальный пластырь, и сверху еще такая специальная пластмассовая штучка, да. Все прикрыто, все герметично. А пластырь с каким-то антисептиком, нет? Нет, обычный пластырь, просто он усиленный, чтобы он не отлеплялся при каких-то там нагрузках, если что, да. То есть его нельзя, например, ставить в складки, в контакт с одеждой, там резинка от нижнего белья, от бюстгальтера и так далее, чтобы он не контактировал. Иначе его вырвет просто. Поэтому пластырь, он усиленный. Но иногда, кстати, бывают аллергические реакции на него. Да, я хотел сказать, ведь очень многие не переносят пластырь, у них возникает именно от самого пластыря аллергия. Да, бывают, к сожалению, такие. Есть специальная пленка гипоаллергенная. Вот пациенты выходят из этой ситуации таким образом, они сначала накладывают эту пленку, а потом уже сверху пластырь. В итоге пластырь не контактирует напрямую с кожей, а только с этой гипоаллергенной специальной пленкой. А как он тогда держит? Она липучая, эта пленка. Пленка липучая, да. Хорошо. А скажите, пожалуйста, в катетере серебра нет? Нет, это тефлон. Есть металлические катетеры, там, по-моему, какой-то специальный сплав, не знаю подробностей. Но в тефлон тоже можно добавить немножко серебра? Нет, по крайней мере, не говорят производители насчет серебра. Потому что, по идее, серебро же оно стерилизует реально, профилактирует развитие инфекции. А, Андреич, вам нужно было эту идею продать производителям. Слушайте, она такая старая, что мне даже продавать нечего. Может быть, и добавляют, но я не видел в аннотациях, что в составе там серебра. Ну, и давайте сделаем патент. Да, да. Так, хорошо. Ну, я смотрю, вопросов так и не добавилось у нас, да, за это время. Все с удовольствием прослушали и вопросов не задают. Ну, хорошо, тогда давайте мы на этом закончим сегодняшнее наше заседание. Поблагодарим за очень интересный доклад, потому что, ну, в общем, технология все-таки достаточно новая, не очень частая пока, да, и она действительно меняет жизнь пациентов, ну, и главное, что она меняет вообще все наше отношение к терапии, потому что автоматизация начинает рулить все больше и больше. Вот, поэтому давайте до послезавтра, до нашей конференции приходите, подписывайтесь, слушайте, участвуйте. Всего хорошего. Всего доброго, до среды. Представляем глюкометр Контур Плюс Ван. Он открывает новую эру интеллектуального контроля диабета. Глюкометр Контур Плюс Ван легко и без проблем подключается к приложению Контур Дайбитис и сохраняет показатели уровня глюкозы в крови. Он позволяет вести учет питания, физической активности и лечения. Добавление фотографий, примечаний и голосовых заметок сделает ваши результаты информативнее. Прибор удобен в использовании. Вам не нужно писать дневник от руки. Ваши данные без проблем надежно сохраняются у вас на смартфоне, планшете и в облаке. Со временем это поможет вам лучше понять, что влияет на ваш уровень глюкозы в крови. И даже если вы забудете телефон, уходя из дома, не волнуйтесь. Глюкометр Контур Плюс Ван сохраняет до 800 измерений и мгновенно синхронизируется с приложением при его обнаружении. Нужно сообщить измерения лечащему врачу? Ваши показатели и тенденции можно передать с телефона. Все очень просто. А чтобы вы точно не забывали о визитах к врачу, можно создавать напоминания о них. Также прибор покажет, когда ваш уровень глюкозы в крови ниже, выше или в пределах вашей нормы с помощью цветовой индикации. В дальнейшем у приложения будут появляться новые возможности. Если вам нужна высокая точность глюкометра и умное управление уровнем глюкозы крови, вступайте в новую эру интеллектуального контроля диабета и взгляните на свою картину диабета в новом свете. Глюкометр Контур Плюс Ван и приложение Контур Дайбитис. Взгляните на диабет в новом свете. Продолжение следует...